друзья докинули меня сейчас до пригорода кемера он сзади за мной автомобиль здесь есть интересная тропа по которой мы поднимемся вверх на смотровую площадочку вид под закат думаю будет интересен пойдемте сейчас оделся потеплее потому что все-таки не май месяц а февраль поэтому погода будет не очень комфортно и но пойдем посмотрим что же из себя представляют эти места местоположение установлено начинаем свой трек да увидите тра-та-та-та-та напеваем песни и как можно быстрее проникаем вглубь местных джунглей начинают появляться здесь камни и интересная атмосфера встречаются небольшие метки на пути тропах хорошо читается хорошо идется потихонечку уже что-то открывается на пути встречается подобного рода интересные завихрения у деревьев точно и гнул здесь какой-то сильный ветер или каменной породы не давали прямо расти стволу дерева а это вид на небольшую часть отростка кемера а вот тот самый вид на кемер дальше выше подниматься большого смысла я не вижу да там будет может быть чуть лучше вид может быть чуть круче и выше все будет видно но мы потеряем просто большое количество времени и дабы у нас это время было сэкономлено и мы увидели все в присвете рекомендую все-таки остановиться здесь и посмотреть на это безопречность природы человеческого присутствия в данной бухте красота же привет как красота еще в середине 20 века кемер был сонной прибрежной деревней чудом спасенной от стихии селевых потоков затоплявших плодородные земли но когда анталия стала популярным курортом люди искавшие умиротворение начали обживать спокойные соседние поселения уже к 1990 годам уникальное природное окружение кемера естественные пляжи бухты сосны красивые вершины тавра было по достоинству оценены туристами со всего мира передвижение по побережью облегчило строительство автомобильной трассы идущий на юг от анталии сегодня в городке удаленном на 42 километра от анталии постоянно проживает около 20 тысяч человек количество гостей выбирающих курорт у средиземного моря в качестве места для отдыха несравнимо больше по статистике последних лет за год в турции отдыхает более двадцати семи миллионов туристов не менее 15 процентов из них составляют жители россии вот мы и вышли к знаковому месту это порт кемера великолепный яхтенный порт не только главная морская гавань курорта но и настоящие его украшения погулять по берегу кемерской марины приятно практически в любое время суток кроме знойного полудня фактически это главный променад курорта вечером и ночью побережье красиво подсвечивается основная портовая часть расположена между пляжем отеля пегасос и этнопарком ярюк парк 2018 год китайцы провели под эгидой туризма в турции большая часть из них заказала отели в окрестностях анталии и кемера это был еще тогда массовый туризм из китая сейчас массовой из ближайших славянских стран более 300 дней в году в сердце самых теплых турецких берегов держится отличная солнечная погода а курортный сезон здесь продолжается 8 месяцев в году благодаря защите тавра здесь не бывает минусовой температуры а сухая летняя жара переносится легче при морском бризе и прохладным ветре дующим с гор на курорте окруженном сосновыми борами хорошо дышится астматикам и людям страдающим от болезней легких вот именно поэтому я рекомендую вам здесь ходить в горы это можно сравнить как-то немного с ялтой или алуштой общая площадь города составляет 467 квадратных метров помимо самого кемера в его курортную зону входят близлежащие населенные пункты чамьева кириш текерова гейнюк и бельдиби у каждого из них есть свои особенности пляжи в зоне отдыха здесь галечные с мелким и удобным входом в море песчаное побережье можно найти у некоторых отелей и в районе текерова что я вам могу сказать пока мы идем в центр города помимо пляжного отдыха кемер будет интересен любителям древней истории в прошлом он был расположен на территории могучего государства ликии торгового союза независимых городов это было интересным государством в свое время вы все наверное слышали про ликийские тропы так вот эта история одного и того же ликии эта страна которая находилась на территории современных турецких провинций анталья и мугла многие из форпостов тех времен сохранились в окрестностях современного курорта кемер вот можете прямо сейчас открывать карту и смотреть по ней а я вам буду рассказывать например старом фазелисе похоронен александр великий но так говорят турки на самом же деле тело полководца после смерти в вавилоне положили в золотой гроб и наполнили его медом местонахождение гробницы александра македонского это одна из самых больших тайн в истории человечества вскоре после смерти александра обладание его телом стало предметом переговоров между многими властными мужами того времени и объективность тех пор прошло много времени а исследователи до сегодняшнего дня спорят о том где же она на самом деле но давайте дальше по порядку то что здесь в округе действительно есть это античный город олимпос город находится вблизи крупного двухтысячника одноименной горы это древнее название горы на самом деле гору называют местные тохталыдак и это все вблизи кемера но чем занимателен сам город вблизи кемера олимпос чеканивший свою монету теперь является частью национального парка авариканде древнем ликийском поселении чьи руины расположены в 32 километров от города финики в провинции анталья можно найти руины крупнейших в лике и общественных бань знакомство с историей кемера можно продолжить дальше в тематическом парке ярюк парк посвященном быту кочевников любителям активного времяпрепровождения в кемере будет интересен дайвинг среди остатков затонувших судов рыбалка на ферме форели трекинг в каньоне генюк подъем на гору тохталыдак и рафтинг в окрестностях бильдиби уникальный опыт ожидает и тех кто коснется огня мифической химеры погребенные в недрах горы янартаж но это уже нужно будет вам сместиться в сторону поселка чаралы к слову на моем втором канале ссылку на который я оставлю под видео есть 40 минутный видеоролик про многие из этих чудесных мест обязательно посмотрите и подпишитесь на второй канал что еще я могу вам сказать в кемере есть все возможности для яркого молодежного отдыха в местных клубах устраиваются пенные вечеринки концерты и дискотеки семьям с детьми понравится дельфина и аквапарк и огромный террариум в текерове а для поклонников гастротуризма курорт подготовил большой выбор кафе с турецкой средиземноморской и международной кухней главные достопримечательности кемера это конечно же набережная порт зеленые благоустроенные парки и центральный променад с фонтаном может показаться что мест для пытливого туриста на самом курорте не так уж много но не стоит забывать об окрестностях богатых на смотровые площадки захватывающим дух видами горы другие природные достопримечательности и археологические комплексы города под открытым небом все аттракционы развлекательные туры и познавательные экскурсии доступны для туристов летом и в бархатный сезон однако отдых в кемере в низкий сезон может оказаться гораздо интереснее в нежаркую погоду легче переносить долгие прогулки и поездки за город а имея прокатный автомобиль или мотоцикл можно успеть посетить все древние города и вьюпойнты в окрестностях любоваться безлюдными закатами и рассветами в самых живописных местах есть в кемере и интересный дайвинг-спот затонувший корабль париж времен первой мировой войны в акватории всего в 500 метрах от кемерского порта глубина моря в этом месте около 30 метров и при погружении можно обнаружить снаряды и патроны даже проникнуть в открытые трюмы и посмотреть затонувшее судно изнутри но вот пока мы идем давайте я кратко расскажу вам про историю этого города как вообще из чего все здесь начиналось кемер находится в исторической области ликии хранящий следы александра македонского марка антония и других великих полководцев древности вплоть до 1910 года кемер представлял собой небольшое поселение и носил название эскикой что в переводе с турецкого буквально означает старая деревня из его истории сохранился лишь тот факт что в древности поселок назывался идирос на протяжении многих лет с гор на него обрушивались селевые потоки образовывавшие многочисленные озера и болота для предотвращения дальнейших разрушений и заболачивания в 1910 году государство при поддержке местных жителей начала строительство каменной стены завершившиеся в 1917 году сооружение протянулась вдоль горных склонов на 23 километра и выглядела как стена опоясывающие горы поэтому поселение получила новое название кемер что в переводе с турецкого означает уже совершенно простую трактовку пояс или ремень но вот мы и вышли на бульвар ататюрка главная улица кемера бульвар ататюрка начинается еще на северном считайте основном въезде в город проходит через весь центр и закругляется на южной окраине уже в виде улицы ататюрка на бульваре ататюрка во время отдыха в кемере бывает каждый турист причем не только в виду ее протяженности на центральной улице сосредоточены рестораны кафе сувенирные магазины достопримечательности памятник мустафе кемалю ататюрку и фонтан перед ним башни с часами чуть дальше уже стоит мечеть до конца 1960-х годов в кемер можно было добраться только по морю с развитием турецкой ривьеры как курортной зоны было построено шоссе d400 соединяющая все южное побережье турции включая и кемер а мы идем далее в отдалении уже виднеется белая часовая башня традиционная башня с часами для всех турецких городов белая башня с часами в центре кемера один из главных ориентиров для туристов и бесспорный архитектурный символ кемера полюбоваться изящной белоснежной башней стоит как минимум дважды посмотреть детали утром или днем а вечером вернуться к ней ради подсветки и романтической атмосферы в 1990-е годы кемер с прилегающими поселками превратился в один из крупнейших туристических центров в 2010 году на участке шоссе анталии кемер были построены три новых автомобильных туннеля благодаря которым значительно увеличилась пропускная способность дороги и снизилась ее аварийность ну вот пожалуй и все такая быстрая экспресс-экскурсия по городу получилось спасибо что досмотрели до этого момента ну а я рекомендую вам посмотреть другие ролики про турцию на этом канале там много исторического подтекста думаю вам понравится подписывайтесь заранее на канал жмите колокольчик и не пропускайте новые выпуски также если у вас есть возможность вы можете сделать небольшой донат для того чтобы выпуски были еще более яркими насыщенными для этого достаточно сделать перевод по скриншоту на видео либо воспользоваться ссылками в описании под этим видео храни вас от невзгод а мы увидимся в будущих выпусках не пропускайте